Здравствуйте, это программа Город Эсс и я Елена Чернявская. Почти 90% электронной ипотеки в первом квартале 2022 года Управление Росреестра по Самарской области зарегистрировало за 24 часа. Это стало возможным благодаря эффективному взаимодействию с кредитными организациями, которые готовят документы для подачи на регистрацию ипотеки. Специалисты управления оперативно консультировали банки по вопросам подготовки документов для регистрации ипотеки, а кредитные организации четко соблюдали требования закона. Начальник отдела регистрации ипотеки Управления Росреестра по Самарской области Аделаида Викторовна Гук сегодня расскажет про удобство электронной ипотеки. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что же, насколько популярна была ипотека в Самарской области в первом квартале этого года? Я прошу сейчас вас рассказать об этом поподробнее. Если есть какие-то жизненные примеры, пожалуйста, их приведите, потому что цифры-то на самом деле впечатляют. Да. Я хотела бы обратить внимание, что в рамках исполнения поручения правительства Российской Федерации Росреестром всегда ведется работа по оптимизации процессов предоставления государственных услуг в сфере ипотеки, особенно касается электронной ипотеки. Действительно, взаимодействие с кредитными организациями у нас осуществляется на постоянном уровне практически ежедневно. И Росреестром подписано около 134 соглашений с кредитными организациями в прошлом году, которые позволяют взаимодействовать именно с помощью электронно-цифровых сервисов. Что касается статистических показателей, то в первом квартале, допустим, 2021 года у нас подавалось на государственную регистрацию ипотеки в электронном виде всего лишь к 38%. От общего количества сделок по ипотеке. А уже в первом квартале 2022 года этот процент почти в два раза увеличился. То есть более 61% у нас подается сейчас в электронном виде. Эта услуга очень востребована гражданами и, я бы сказала, очень даже удобна. Например, то, что касается бытовой недвижимости, это новый термин, который сейчас вводится правительством. Бытовая недвижимость – это недвижимость, касающаяся именно непосредственно граждан. Это квартиры, жилые дома, земельные участки, бани, сараи, которые расположены на этих земельных участках. Их же тоже приобретают с использованием кредитных средств. И в первом квартале 2022 года по бытовой именно недвижимости к нам поступило около 80% сделок с ипотекой в электронном виде. То есть это необходимо, возможно, и гражданам это нужно. А давайте теперь расшифруем термин, что же такое электронная ипотека. Если говорить и про саму ипотеку, это у нас залог недвижимости. Электронная ипотека – это когда документы подаются заявителями в электронном виде. На регистрацию перехода права, права собственности и ипотеки в силу закона или на ипотеку в силу договора. Хорошо. Но вот все-таки когда человек берет ипотеку в банке, она регистрируется Росреестром, вносится запись в специальную систему «Единый государственный реестр недвижимости». Но ведь есть и другие варианты взять ипотеку, квартиру в кредит. Ну вот, например, использовать займ. Расскажите, пожалуйста, в чем отличие займа от ипотеки и все-таки на что нужно ориентироваться человеку, когда он принимает это решение? Ведь у каждой семьи, согласитесь, Длая Викторовна, оно индивидуально? Конечно. Каждое решение индивидуальное. Здесь хотелось бы обратить внимание, что когда вы берете кредит, вы берете кредит у профессионального участника рынка. Прежде всего кредит выдаются только организации, которые имеют соответствующую лицензию и которые действуют в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, о потребительской кооперации или о сельскохозяйственной кооперации. То есть кредит это всегда вы берете у организации. То, что касается займа. Займ люди могут брать и у физического лица. То есть займодавец может быть физическое лицо. Соответственно, если говорить о нормах действующего законодательства, то займ между физическими лицами, он возможен. Но вот обеспечить его залогом недвижимости, то есть обеспечить его ипотекой, это уже невозможно. Такие ситуации достаточно частые. У нас в Самарской области люди берут займы на различные цели. Но обеспечить ипотекой можно только займ, если заемщик является индивидуальным предпринимателем или самозанятым. То есть он готов рисковать своим имуществом. Да, бизнесом. Да, в предпринимательских целях. Другие займы ипотекой не обеспечиваются. Займ оформляется, вот если вы сказали о физическом лице, достаточно любопытно, оформляется также в договор. То есть все условия прописываются. Если проценты нет, если да, то какой процент и так далее. Расскажите, пожалуйста, поподробнее вот об этом. Ну, что здесь можно сказать? Естественно, договор займа, он в первую очередь реальный договор, где заемодавец передает одной стороне, а заемщик, другая сторона принимает деньги, какие-то ценности, акции. Это может быть все, что угодно. И по этому договору в определенные сроки заемщик должен вернуть эти деньги. Средства. Средства, да. Обеспечение ипотекой данного займа возможно, как я уже повторюсь, только в предпринимательских целях. Когда у нас тот, кто дает деньги, фактически индивидуальный предприниматель, потому что если он дает под проценты, он на этом зарабатывает, он обязан платить налоги с этого. И, соответственно, это предпринимательство, какая цель тоже. И заемщик тоже является индивидуальным предпринимателем. Тогда в этом случае на них не распространяется федеральный закон о потребительском кредите. Потому что любое взятие денег на какие-либо нужды физическим лицом, это фактически потребительский кредит. А там определенный субъектный состав. То есть опять потребительский кредит, значит, это организация, которая может его выдавать. Совершенно с вами согласна. Но вот подать документы на регистрацию ипотеки сегодня можно разными способами. Это по старинке, обратившись с бумажными документами в МФЦ, или через электронные сервисы. Расскажите, пожалуйста, какой все-таки способ будет удобен в разных жизненных ситуациях? Значит, то, что касается сделок, допустим, с недвижимым имуществом, когда вы договорились с покупателем, и у вас эти есть деньги, и вам не нужно брать кредит, конечно, здесь проще пойти в многофункциональный центр, составить договор, купли-продажи в простой письменной форме, и уже рассчитаться с продавцом, и приобрести это имущество. То есть подать документы через МФЦ. Но здесь нужно учитывать, что срок подачи документов, вернее, срок регистрации по документам, которые представляются в МФЦ, он минимум от 5 рабочих дней до 12 рабочих дней. То есть все зависит от вида сделки или вида права, который вы хотите зарегистрировать. То, что касается электронной ипотеки, то есть подачи документов в электронном виде, если вы берете кредит, с использованием кредитных средств, или даже если вы не берете кредит, но банки сейчас предоставляют такую услугу, подачи документов в электронном виде, то в этом случае срок регистрации будет составлять от 1 до 3 дней максимум. В основном, если это электронная ипотека, это всегда 24 часа. Если это другие сделки, не связанные с ипотекой, то это максимум 3 рабочих дня. Адлайда Викторовна, но все равно ведь мы привыкли, что документы очень тщательно проверяются регистрирующим органам. Вот скажите, пожалуйста, а не пострадало ли качество от скорости предоставляемых услуг невозможно ли подделать документы, которые передаются электронным способом? Здесь я бы хотела обратить внимание, что документы, в первую очередь, когда вы подаете через кредитную организацию в электронном виде, они на первоначальном этапе специалистами кредитной организации очень тщательно проверяются. Прежде чем вам дадут кредит на приобретение квартиры, вас проверят их службы безопасности. Соответственно, мы говорим о том, что кредитная организация мало того, что удостоверяет личность тех, кого подают документы в электронном виде, в том числе она и проверяет все документы и частоту сделок в том числе. Соответственно, к нам документы уже фактически попадают в идеальном варианте. Но то, что касается самих договоров, очень часто эти услуги по заключению договоров, подписанию предоставляют сами кредитные организации по форме заполнения этих документов. Но многие люди приносят свои документы. И вот здесь вот надо быть внимательным. Договор должен содержать все существенные условия, которые касаются и объекта, и физических лиц и так далее. И когда документы к нам поступают, государственный регистратор сейчас с помощью информационных систем проверяет все данные, которые заполнены в этом договоре. То есть фактически проверяет и паспортные данные на соответствие, чтобы они были действительны. И снил с гражданина, что он соответствовал именно этому физическому лицу. Поэтому здесь, тем более, документы подписываются усиленной и квалифицированной электронной подписью. А она имеет в себе очень защищенные сертификаты. Соответственно, уже и документы... Это гарантия? Да, это гарантия. Ну, вы знаете, я хочу сейчас вам задать вопрос, чисто как эксперту. Скажите, ну ведь электронный оборот документов у нас существует уже давно. Так почему же к электронной ипотеке пришли всего год назад, а не ранее? Дело в том, что вообще поэтапно идет развитие информационных систем. И, соответственно, подача документов в электронном виде должно было способствовать именно подготовке программного оборудования. И сейчас уже большинство банков готовы подавать документы в электронном виде на регистрацию ипотеки. И они сейчас к этому идут. Действительно. Раньше подготовились нотариусы к этому. Сейчас у нотариусов это обязательная процедура подачи документов в электронном виде по сделкам, которые они удостоверили. Также уже подготовились органы местного самоуправления. У них тоже уже введена в законодательстве обязательность подачи документов в электронном виде по сделкам, которые заключены с органами местного самоуправления. Уже есть эта обязанность. И сейчас готовятся кредитные организации. Пока это все на добровольном уровне. Но по развитию законодательства я вижу, что это скоро пойдет Все к этому идет. Ну что же, возвращаясь все-таки к оформлению электронной ипотеки, я предлагаю сейчас прервать наш разговор и посмотреть достаточно любопытный сюжет электронной ипотеки моей коллеги Виктории Шарой. Пожалуйста. Павел Ершов Закинул документы в машине причем, то есть что-то это такое быстро, часа через два пришло одобрение. Ну я честно был удивлен, потому что вообще так вот знаете, как все так легко, бам, и тут вам одобрено там сумму кредита, которую я запрашивал. Я отметил электронную регистрацию, там еще скидка 0,3% была и все документы в банке вообще просто оперативно направили на регистрацию, то есть мне никуда не пришлось ехать и скидку я получил, да, то есть и ну все легко и просто. Оформил ипотеку Павел по двум паспортам своему и супруге, а также по Снилсу. Теперь семья Ершова готовится к новоселью в просторной квартире в новостройке. Новый закон, позволяющий банкам оформлять документы онлайн, заработал в России в конце прошлого года и уже сегодня около 70% банковских клиентов предпочитают оформлять сделку, не выходя из дома. Особенно это удобно тем, кто решил приобрести недвижимость в другом городе. Удобство в первую очередь для заявителей, то что при обращении они в кредитную организацию, они сразу подают необходимый комплект документов для предоставления им кредита на покупку квартиры. И там же они подают документы на регистрацию своего права собственности в последующем уже с ипотекой в силу закона. Чтобы получить кредит на квартиру онлайн, нужно определиться с банком, у которого вы будете одалживать средства, скачать на телефон мобильное приложение, в котором выбрать раздел «Оформить ипотеку», далее следовать инструкции. На каждом этапе сделки клиента консультируют и ведут специалисты, заявку одобряют дистанционно. Необходимые документы нужно подгрузить в программу. В течение пары часов от кредитного учреждения приходит ответ. В случае положительного решения клиенту вместе с продавцом нужно будет приехать в офис банка, чтобы поставить подписи. Это единственное посещение кредитного учреждения, после чего сделка в электронном виде отправляется на регистрацию в Росреестр. В банк необходимо прийти и подать эти документы на государственную регистрацию своего права собственности уже вместе с продавцом на эту квартиру, которую они выбрали. Не нужно ходить в МФЦ, то есть не нужно занимать очереди, не нужна никакая предварительная запись. Об этом во всем позаботится кредитная организация. Попадая к нам в электронном виде документы, мы их рассматриваем в течение буквально одного рабочего дня. Уточнить необходимые для сделки документы можно на сайте Росреестра. Чтобы регистрация жилья прошла четко и быстро, нужен основной договор купли-продажи, сам кредитный договор, а также согласие супруга на сделку. Если согласия не будет, сделка также будет оформлена. Но сотрудники Росреестра сделают отметку о том, что сделка совершена без согласия третьего лица. В случае конфликта между супругами законность покупки может быть оспорена. Росреестра внес изменения в оформлении ипотеки и созданы вот некие шаблоны, которые размещены у вас на сайте, на сайте ведомства. Скажите, пожалуйста, вот чем они могут помочь, кто все-таки планирует пока еще взять ипотеку? Но приказы Росреестра были утверждены 27 декабря 2021 года, но вступили в силу буквально недавно. И недавно размещены на сайте Росреестра. Это XML-схемы договоров ипотеки, купли-продажи с кредитными средствами или без, как это будет удобно. И XML-схемы договоров долевого участия в строительстве. Они помогают подавать документы именно в электронном виде. Там заложены все необходимые существенные условия, которые должны быть внесены в Единый государственный реестр недвижимости, чтобы людям было проще учесть все необходимые условия, которые они хотят увидеть в этих договорах. И ориентироваться, наверное, еще в этом вопросе, да? Да, и ориентироваться в этом вопросе, потому что есть у нас договора, которые вроде бы как уже шаблонированы, но не содержащие необходимые условия. И из-за этого требуется подавать еще дополнительные документы. И вот чтобы не было дополнительных документов, были разработаны вот эти XML-схемы, шаблоны этих договоров, в которых учтены все условия. Будут в том числе условия по ипотеке, и процентная ставка, и размер, и ежемесячный платеж, и даже, по-моему, там формула расчета платежа ежемесячного. То есть все необходимые условия, чтобы людям было проще ориентироваться. То есть вбивать какие-то свои необходимые условия, допустим, сумму планируемой ипотеки, кредитные средства, если используются, да, нет, и автоматический калькулятор все уже рассчитывает, и человеку уже становится ясна картина понятной ипотеки, его предстоящей. Правильно я понимаю? В какой-то части. Так. Действительно, в кредитных организациях это рассчитывается автоматом, а туда заносятся уже те расчеты, которые были произведены фактически. И потом эта информация, что такое XML-схема, это фактически запрограммированный, я, конечно, не профессионал, не программист, но я, как понимаю, что это необходимые запрограммированные условия, которые связываются с нашим реестром, и эти условия, они автоматом при подаче уже в реестр заносятся. И государственному регистратору достаточно проверить правильность занесения этих данных, и после этого он утверждает. То есть скорость проверки уже увеличивается. Скажите, но это примерный шаблон для жителей города Самара? Я в плане того, что можно просто прикинуть и попробовать, осилишь ли ты ипотеку, и вот те условия, которые ты вбиваешь, личные для себя, это же не уходит уже на регистрацию, правильно? Это просто примерный, наверное, шаблон, чтобы попробовать и посмотреть свою жизненную ситуацию. Да, оценить жизненную ситуацию, проверить тот договор, который хотите подписать, проверить, все ли там условия есть в соответствии с нашими шаблонами. Ну, изучить как минимум. Изучить, да, то есть может быть что-то упустили, добавили, то есть это, да, для практической, практически это можно использовать всегда. Хорошо. Ну вот результат регистрации электронной ипотеки, скажите, он будет в электронном виде, вот как выписка, которую мы заказываем, к примеру, на госуслугах, либо это будет все-таки бумажный вариант, который хранится дома, со всеми документами, как обычно? При подаче документов в электронном виде, естественно, мы готовим электронный вариант, это в настоящее время договор с удостоверительной регистрационной надписью и выписка о зарегистрированных правах на объект недвижимости, в который указан в том числе правоустанавливающий документ. Но на практике кредитной организации, когда вы подписываете договор в электронном виде, в том числе идет подписание договора и на бумаге. И, соответственно, у вас на руках всегда будет бумажный вариант, подписанный вами продавцом, при условии, если вы совершаете сделку в пределах одного региона. Сейчас электронные услуги развиваются таким образом, что сделку могут совершить люди, продавец в одном регионе, покупатель в другом регионе. Это возможно совершить через нотариусов. И, естественно, здесь сделка будет подписана только в электронном виде. Мы результат по электронным сделкам даем всегда в электронном виде. Но вот все-таки иногда у тех, кто уже выплатил ипотеку, возникает проблема с продажей квартиры, которая была в залоге. И вот это связано с тем, что люди просто забывают погасить запись об ипотеке как раз у вас в Росреестре. Если документы на ипотеку подаются в электронном виде, закладная тоже будет в электронном виде или нужно все-таки опять обращаться в Росреестр, чтобы аннулировать вот эту электронную закладную? Здесь хотелось бы отметить, что при подаче документов в электронном виде, естественно, уже предусмотрена возможность подачи электронной закладной на регистрацию, на внесение сведений в ЕГРМ, которую мы впоследствии передаем депозитарию на хранение. И электронная закладная, что это такое? Это ценная бумага. Я бы сравнила ее даже с акциями. Сейчас акции в основном в электронном виде и хранятся в депозитарии. Закладная точно так же. Она хранится в депозитарии и на счете ДЭПа у того залогодержателя, кто ее в данный момент владеет. Естественно, когда у нас 25-я статья Федерального закона об ипотеке и залогонедвижимости, она предусмотрела, что прекращение ипотеки, когда выдавалась электронная закладная, осуществляется на основании заявления залогодержателя с представлением выписки по счету ДЭПа о том, что выдавалась электронная закладная. И этого достаточно. То есть фактически с заявителем, собственником жилья не нужно приходить в Росреестр и подавать какие-либо заявления. К нам обращается только банк, залогодержатель. Мы прекращаем ипотеку, направляем уведомления в депозитарий о том, что необходимо аннулировать закладную, ипотека погашена. Депозитарий ее аннулирует и все. Ипотека прекращена. То есть обращаться в любом случае нужно? Автоматически это не происходит? Нет, автоматически этого не происходит. Обращается именно банк, залогодержатель за прекращение. Ну вот все-таки на что нужно обратить внимание при выборе квартиры? Задам я вам сегодня и этот вопрос. Как себя обезопасить сегодня от недобросовестных продавцов? В первую очередь у продавцов на руках должны быть правоустанавливающие документы. Это подлинники правоустанавливающих документов. Если подлинников нет, сам продавец может обратиться в МФЦ и заказать справку о содержании правоустанавливающих документов. И там уже будет видно, на основании каких документов ему принадлежит эта недвижимость. Также у продавца можно потребовать актуальную выписку о правах на объект недвижимости. Тоже, которую он может запросить, и там будет информация на основании каких документов ему принадлежит эта квартира. Важно в выписке обратить внимание на актуальность сведений, на площадь, на планировку. Очень часто сейчас возникают вопросы. Совпадение, да, чтобы было, да? Да, да, да. Очень часто возникают вопросы. План один, а фактически квартира планировку имеет иную. То есть налицо неузаконенная планировка квартиры. На это тоже надо обращать внимание. И желательно, прежде чем продавать квартиру, надо все проверить и узаконить эту перепланировку. У нас еще ранее дома, особенно в старом городе, они признаивались аварийными. С 2022 года фактически сейчас будет вноситься эта информация о признании дома аварийным в сведения ЕГРМ. Но, естественно, это только начальный процесс, он развивается. И до 2022 года эту информацию можно проверить в администрации города. Признан этот дом аварийным или нет. То есть если да, планируется покупать такое жилище, то нужно будет все-таки зайти на сайт и проверить эту информацию. Конечно, конечно. Это нужно все проверять. Также еще у нас есть один вид выписок. Это выписка о переходе прав на квартиру. Согласно которой можно посмотреть всю историю квартиры. Кто от первого собственника до последнего. То есть все переходы, когда были, с какой разницей во времени и так далее. Адлая Викторовна, а вот скажите мне, пожалуйста, насколько сайт Росреестр информативен? Вот все, о чем вы говорили, эта информация есть. Но, по крайней мере, какие-то важные шаги, когда человек принимает решение купить квартиру, продать квартиру. Какие-то вот ценные советы, которые уберегут от неправильного шага. Все-таки есть они на сайте? Конечно. На сайте Росреестра есть справочная информация об объектах недвижимости в режиме онлайн. Там по кадастровому номеру можно проверить информацию о квартире. Там будет видно площадь квартиры, кадастровая стоимость квартиры. Также там будет видно, когда зарегистрировано право и номер регистрации. И какие есть ограничения. Это информация в режиме онлайн, фактически. То есть, если там есть аресты, запреты на эту недвижимость, на сайте это можно проверить. Это информация бесплатная. Хотите подробнее? Пожалуйста, обращайтесь лично в Росреестр. Я сейчас хочу вас о чем спросить. Если, допустим, продавец уверяет, что нет, квартира чистая, залога нет, и купить ее можно, а на сайте вот такая информация, о чем вы сказали, кому все-таки стоит доверять в данном случае, вопрос очевиден. Ну, да. Конечно, да. И можно взять официальную выписку, также в режиме онлайн самостоятельно, и уже предоставить, и это является официальным документом. Конечно, конечно. Скажите мне, пожалуйста, как сегодня защищены имущественные права детей? Ведь не секрет, что многие граждане покупают и продают квартиры, дома с использованием материнского капитала. Вот как обстоит дело с этим? Да, сейчас очень распространен материнский капитал. Он у нас регулируется законодательством о поддержке семей, имеющих детей. И материнский капитал используется для, в том числе и для погашения кредита. В этой части, после того, как материнский капитал был использован, лицо, которому выдавался сертификат, обязано по соглашению определить доли в имуществе своему супругу и всем детям, которые у него есть. А также запланировать на будущее, если вдруг еще ребенок родится, чтобы долю выделить в этом имуществе еще будущему ребенку. После этого, когда доли уже выделены, реализация этого имущества осуществляется только через нотариуса при наличии несовершеннолетних детей. То есть здесь закон о сделке уже будет проверять нотариус и делать соответствующие запросы. Ну что же, а подводя итог нашему сегодняшнему разговору, я хочу предоставить вам заключительное слово. Скажите, пожалуйста, вот в чем все-таки на ваш профессиональный взгляд удобство на сегодня электронной ипотеки? Плюсы мы рассмотрели, а есть ли минусы? Хороший вопрос. Я бы не сказала, что здесь есть минусы на самом деле. Развитие нашего законодательства и развитие наших информационных систем движется очень большими шагами, что мы можем видеть. И я думаю, что в скором времени все государственные услуги будут предоставляться в электронном виде. Поэтому развитие электронной ипотеки в настоящий момент это только начало. Будет и дальше развиваться, и в последующем уже есть проекты Росреестра по поводу того, чтобы консультации осуществлялись роботы в окнах. Даже такое есть. Поэтому я думаю, что наоборот, за электронной подачей документов наше будущее. Совершенно верно. Я полностью с вами согласна. Ну, а о новшествах в электронной ипотеке Росреестра мы обязательно расскажем нашим телезрителям в будущем непременно. Я благодарю вас за очень интересный, информативный эфир. Спасибо большое. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Вы смотрели программу «Город Эсс». Ну, а кто решил брать ипотеку, шагайте в ногу со временем. Всего хорошего. До свидания. Субтитры подогнали Симон.